Нам известно более 20 миллионов химических соединений. Часть из них была выделена из природных источников, а часть получена в лаборатории при помощи химического синтеза. Из этих веществ состоит всё, что мы видим вокруг себя, а также сами мы. Выделение новых природных соединений всегда представляло собой большой интерес, поскольку они очень часто обладали определенными лекарственными свойствами. И вот до середины прошлого века основным источником таких соединений были наземные организмы. Однако ситуация изменилась в 1943 году с изобретением акваланга, когда мы получили доступ к морским глубинам. Как оказалось, морские гидробионты производят большое число интересных химических соединений, которые отличаются по своей структуре и свойствам от тех, что производят наземные, а также очень часто обладают лекарственной активностью. Но вот где-то 30 лет назад наука достигла такого этапа развития, на котором считалось, что выделенного разнообразия химических соединений уже достаточно для того, чтобы лечить практически любое заболевание. Нужно лишь правильно подобрать ключ к замку. Но проблема состояла в том, что замок заболевания, он всего один, но ключей 20 миллионов. Эта проблема частично была решена при помощи разработки современных методов компьютерного моделирования, происходящих в нашем с вами организме процессов, которая помогала иногда правильно предсказать и понять, какое именно вещество поможет в случае конкретной патологии. Кроме того, был разработан ряд современных методов химии и биологии, который позволял в лабораторных условиях с помощью эксперимента понять, какое именно вещество поможет в случае конкретной болезни. И вот в свете всего этого, в свете таких достижений или представлений, интерес к поиску и выделению новых природных соединений постепенно, казалось бы, начал угасать. Но примерно 15 лет назад мы все-таки вынуждены были признать две следующие вещи. Первое – это то, что накопленных у нас знаний все еще недостаточно, чтобы на 100% правильно моделировать лекарства на компьютере. И второе – это то, что 20 миллионов имеющихся у нас ключей все так же недостаточно, чтобы открывать некоторые из замков. Таким образом, научное сообщество вновь вернулось к идее о том, что поиск и изучение новых природных соединений все так же необходимы нам, медицине и науке, для создания новых лекарственных препаратов. На настоящий момент наиболее благодатным и перспективным источником таких новых соединений являются такие морские беспозвоночные животные, как губки и ассидии. Почему именно они? Дело в том, что эти животные, а они на минуточку относятся именно к животным, хотя и выглядят часто как растения. Так вот, они ведут неподвижный образ жизни. И поэтому они не могут убежать, уплыть, улететь или банально каким-то образом спрятаться от врагов, от тех других организмов, хищников, которые хотят их съесть. И они вынуждены каким-то образом защищаться, потому что не хотят быть съеденными. И вот один из наиболее эффективных способов защиты, которая избрала часть, по крайней мере, из этих животных, это накопление в своем организме неких ядовитых химических веществ, своеобразного химического оружия, которое, если и не убьет, то, по крайней мере, наверняка отпугнет хищника, посягнувшего на нашу губку. Однако, как завещал нам великий брацельц, соло дозис фацит венимус или в более популярном русском изложении «все яд и все лекарства, и то и другое определяет доза». Вдохновленные этой фразой мы, а мы — это Тихоокеанский институт биоорганической химии, вот на этом научном судне организуем ежегодные морские экспедиции в тропические воды, в северные воды, с тем, чтобы с глубины от одного метра до, скажем, двух километров попытаться собрать, попытаться поймать объекты наших будущих исследований, те самые губки и асцидии. И вот в 2006 году нам улыбнулась удача, и около Курильского острова Оруб, с глубины 66 метров, нами была поднята губка. Губка называлась Манхора Пульхра, и была она очень интересна тем, что ее экстракт был способен убивать некоторые опухолевые клетки человека. Конечно же, следующим вопросом, который мы задали себе, что же именно содержит эта губка, что она показывает такие интересные лекарственные свойства, чтобы понять, какое вещество отвечает за эту активность. Конечно же, это вещество сначала нужно было выделить в чистом виде. И в результате работы, которая продолжалась почти два последующих года, из экстракта этого животного, который представлял собой смесь тысяч самых различных соединений, нами было выделено одно единственное. То самое вещество, которое отвечало за лекарственную активность. Но понять, что это за соединение, а это означает установить его точную химическую структуру, было достаточно непростой задачей, с которой, однако, успешно справились мои коллеги-химики. Это вещество было новым. Его структуру вы видите на экране. До нас его в руках никто не держал в мире, и поэтому названия у него так же не было. Нужно было придумать. Как вы знаете, ученые, они люди достаточно все-таки скромные. И именно поэтому, вместо того, чтобы назвать это вещество, ну скажем, Татьяна, по имени доктора химических наук, Татьяна Николаевна Макаревой, которая выделила это соединение и охарактеризовала его структуру. Так вот, вместо этого ему дали другое название. Монанхоцидин А по имени той самой губки, из которой оно было выделено. Я вообще должен сказать, что свойство вещества убивать опухолевые клетки, оно на самом деле ничего не значит само по себе. Ведь, к примеру, серная кислота из аккумулятора вашего автомобиля также убьет опухолевые клетки, если вы ей на них капните. Но проблема заключается в том, что если вы капните ей на нормальные, нераковые клетки, то они тоже умрут. И поэтому, что нужно было сделать на следующем этапе, так это понять, как именно наше вещество убивает опухолевые клетки и насколько оно безопасно для нормальных клеток. И вместе с коллегами из клиники Пендорф, расположенной в немецком городе Гамбург, мы установили, что данное соединение, как и любой другой химиотерапевтический препарат, также способно убивать нормальные, нераковые клетки организма. Но оно делает это в более своих высоких дозах. И теперь стоит нам опять вспомнить Парацельса, который говорил, что все яд и все лекарства, и то и другое определяет доза. А это означает, что и для нашего соединения, для мононхоцидина А, может быть подобрана такая его доза, такая его концентрация, которая будет убивать раковые клетки, не трогая при этом нормальную. Второе очень важное свойство данной молекулы, которая была установлена нами, это способность убивать те опухолевые клетки человека, которые были устойчивы к стандартным химиотерапевтическим препаратам. Таким образом, наша молекула работала там, где другие лекарства уже не помогали. Позже было установлено, что такое важное и необычное свойство этого соединения связано с его способностью запускать в опухолевых клетках процесс, который называется аутофагия или самопоедание. При этом процессе опухолевая клетка как бы съедает сама себя изнутри и от этого погибает. и вообще за исследование данного процесса в прошлом году была предусуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине, а на настоящий момент в мире известно всего лишь несколько соединений лекарств, которые способны его запускать. И вот одно из них это наше вещество, полученное, выделенное нами из губки. Но все эти данные, о которых мы говорили с вами до настоящего момента, они были получены нами на опухолевых клетках, на так называемых культурах опухолевых клеток. А это означает, что клетки были исследованы нами отдельно от организма. Но чтобы мы могли говорить о монанхосоедине А, как о лекарстве, а не просто как о веществе, нужно провести испытания его на животных, на живых организмах. И, к сожалению, на настоящий момент не существует никакого другого способа подтвердить эффективность, а главное безопасность соединения, прежде чем начинать настоящие клинические испытания с участием пациентов. Но на данном этапе, а это тогда появляется настоящая стадия развития этого проекта, мы столкнулись с такой проблемой, что для испытаний на животных нужны большие количества вещества. При том, что монанхосоедин А это редкая молекула, выделенная нами из редкой глубоководной губки, и поэтому ловить это животное, ловить губку, для того, чтобы получить его большее количество, на самом деле это просто невозможно. Но решение данной проблемы есть, и оно называется химический синтез. что это означает? Это означает, что в лабораторных условиях из простых, доступных, дешевых химических реактивов с помощью химических реакций можно синтезировать данную молекулу. Схема синтеза на настоящий момент пока еще не разработана, но над ней трудятся ученые из нескольких стран. Когда процесс будет завершен, будет понятно, каким же образом можно получать данное соединение в лабораторных условиях. Мы сможем наработать его большее количество и начать испытания на животных, что будет следующим шагом на пути создания противоопухолевого препарата. Данный процесс это очень долгий и сложный процесс, но мы сделаем все возможное, чтобы пройти его до конца. Вообще на настоящий момент в мире известно семь лекарственных препаратов, которые разрешены к применению в клинике, которые были созданы на основе морских молекул. И четыре из этих семи препаратов используются в онкологии для лечения рака. Я и мои коллеги из Владивостока и Гамбурга верим, что в ближайшее время это число увеличится. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok